Всем большой привет! Это небольшое видео, посвящённое новому подкасту из серии «Хочу всё знать». В этих видео я буду рассказывать о некоторых фактах из игры, которые вы могли пропустить, о каких-то мелких трюках, которые не вошли в основное видео или просто пасхалках. Забег тестовый, поэтому остаётся эта рубрика у нас на канале или нет, зависит полностью от вашей реакции. Нужен так называемый фидбэк, потому что я о некоторых, казалось бы, банальных вещах узнаю только спустя огромное время. Вот и с вами решил поделиться первой и, надеюсь, не последней пятёркой. А вы и знали, что матрёшка Фьюза, установленная на потолок или люк, разбрасывает гранаты не рандомно, как это привыкли думать, а ровные линии? И всё зависит от того, какой стороной вы её установите. Чтобы вам проще было ориентироваться, с какой стороны находится предохранительное кольцо, по такой траектории и будут разбрасываться гранаты. Узнав эту особенность, я получил ответ на горячий вопрос, почему я использовал три заряда и никого не убил в помещении, хотя оно забито врагом. Для максимальной эффективности надо вспоминать расположение комнаты под собой и с правильного ракурса устанавливать кластерные заряды. Приседания без звука Любой оперативник, независимо от его скорости и брони, издаёт звуки, переходя в разные положения, при перемещении и даже переходя в режим прицельной стрельбы. Слух – одна из главных составляющих игры. Может, пару месяцев назад мы рассказывали, как бесшумно спуститься с люка. Ну а теперь дополним тем, что если упираться в любую ближайшую стену, то можно приседать и вставать максимально тихо. То есть, если вы где-то спрятались и решили пригнуться, чтобы вас не заметил мимо проходящий враг, то зажимаем передвижение в сторону стены, у которой вы сидите, и меняем положение. Ворон, энергичный, энергичный. Раз, 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 два, три. Ворон, ворон, раз, раз, два. Скорее приседай. Группа оперативная уничтожена. Всё, сердце стало. Оперативник шакал. Ну как работает способность, вы наверняка все знаете. Возможно, уже меньше людей знают о полоске, которая появляется при сканировании чьих-либо следов. Она не просто для красоты, она реально показывает, куда перемещался оперативник. Если следы свежие, то по ней можно определить, куда пошёл оперативник защиты, не используя заряд способности. Но и это ещё не всё. А вы знали, что следы подошв тоже разные и поделены на определённые группы оперативников? Как-то у нас в паблике давно мы постили табличку с идентификацией следов. Сейчас хочу продублировать её. Вы можете наблюдать, какие оперативники оставляют те или иные следы и цветную шкалу, где по секундам расписаны цвета, которые меняются в зависимости от свежести отпечатков подошв. Если кому надо, я прикреплю эту табличку к посту в группе. Ссылка на неё будет в комментариях. На карте Орегон на точке захвата в подвале есть люк. Место, где проливается максимальное количество крови за все раунды. Моделируем типичную ситуацию. Люк пробит, в кладовке стоит мир и за стеклом. Вам нужно её устранить. Если стена рядом с ней пробита, то самым лучшим вариантом будет прокинуть туда гранату. Если таковы имеются. Правильно? Правильно. Делать это можно непосредственно у самого люка. Но это опасно, поскольку мира может при фареом через окно убить вас. Поэтому, если вы слэшили бак, поднимаемся на этаж выше, пробиваем пол над люком и с оттяжечкой, так с любовью, бросаем гранаты, как на видео. Она рикошетит об стол и попадает прямо в кладовку. Но это не вся прелесть такой гранаты. Если неукреплённая стена рядом с мирой пробита только на уровне головы, нужно выдержать максимально времени, чтобы граната взорвалась ровно около стены. И тогда взрыв всё равно проникнет внутрь и как минимум положит на крест бедолагу внутри. Плюс такой гранаты, что индикатор, оповещающий оперативника защиты об опасности, не появится. И последнее. Кандела Инь. Те, кто уже приобрели этого оперативника, наверняка знают, что кандела имеет три режима использования. Первый – это как бросок обычной слеповой гранаты. Второй режим для установки на стены и люки. И третий – самый долгий режим. Кандела катится вперёд несколько секунд и только после некоторой задержки раскрывается и слепит. Третий режим хорош, когда вам нужно подкатить её либо в отверстие для дронов, либо под дверь в комнату. Но если вам надо убить противника, к примеру, не на точке, а просто где-то за углом, то вы, скорее всего, будете использовать её как обычную слеповую на первом режиме. И делая этот бросок, сами подставитесь под атаку. Как раз, чтобы избежать таких ситуаций, вам и потребуется третий режим. Зажимаем до трёх индикаторов и бросаем канделу по стене. Она упрётся в неё и продолжит по ней двигаться. Как только стена закончится, она продолжает ехать дальше за угол, тем самым настигнет противника. На этом у меня всё. Если вам понравилось видео, буду благодарен за ваши пальцы вверх. Не забывайте писать в комментариях, как вы оценили такой подкаст. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok